Привет! Помнится, пару лет назад у нас был топ по подростковым сериалам, который был достаточно популярен, но в последнее время вы писали, что его неплохо было бы обновить, но мы решили, что тема-то благодатная, почему бы и нет? Но в этот раз будет не топ, а мы воспользуемся нашей формулой от худшего к лучшему, которая звучит так. К зрительским оценкам с Кинопоиска и МДБ прибавляем средние от оценок критиков на томатах и метакритике, и всё это делим на три. А на основе получившегося балла сравниваем, кто круче. Все сериалы сегодня крутые, но те, которые мне больше всего понравились, будут отмечены вот таким огоньком. Ну и последнее уточнение. Подростковыми мы считали те сериалы, где главные действующие лица — это подростки. И это, кстати, довольно важно, потому что вот один сериал «Светух» не попал в наш подбор, потому что там всё-таки ребёнок — главное действующее лицо. Но о нём мы ещё поговорим, скорее всего, в конце этого года. Ну и брали только те проекты, которые начались. Подчёркиваю, именно начались, начиная с 2016 года. То есть наш диапазон был последние пять лет. Ну что, голова ещё не скружилась от этих правил? Сейчас она скружится от крутых сериалов. Меня зовут Владимир. Погнали! Очень неожиданно для меня на 15 место взобрались Дэш и Лили. И как бы это правильно так сказать, это очень узкопрофильный сериал. Дэш — молодой человек, который не любит Рождество, и у него сейчас непростой период в жизни, как и у любого подростка, связанный с самоопределением. Однажды в библиотеке он находит красный блокнот, который оставила загадочная девушка Лили. С помощью него они переписываются и очень сильно влияют на жизнь друг друга. Самое главное, что я бы отметил, то что этот сериал вышел под Новый год, и смотреть его нужно именно в эту пору, тогда он будет работать на все 100%. Рождественский Нью-Йорк выглядит волшебно. Не так много полностью новогодних проектов, так что Дэш и Лили явно в этом плане заполнили нишу. Но вот что касается сюжета, он максимально просто романтичный. И да, это упрек проекту, потому что когда ты разбираешь топовые проекты, хочется чего-то больше, чем просто милую историю и новогоднюю атмосферу. Особо распинаться по поводу этого проекта не будем. Он удивил меня еще в конце прошлого года, когда попал в список лучших новых сериалов по нашему подсчету. Так что можете перейти по подсказке справа и послушать подробнее там. В заключение я хотел бы добавить только одно. Этот проект очень похож на серебряные коньки, то есть при правильном новогоднем настроении он вас однозначно очарует. Кто сказал серебряные коньки? Кажется, еще чуть-чуть, и мы разбудим зло и зло. А вы этого не хотите, поверьте мне. Так что погнали дальше. Сериал, который буквально взорвал инфополе при своем выходе и поменьше понравился критикам, чем зрителям, но тем не менее он оказался в нашей пятнашке, и речь идет, конечно же, об эйфории. Молодая девушка Ру зависима от наркотиков, и весь сериал так или иначе борется с этой зависимостью. Параллельно с этим нам показывают довольно пугающие события в школе, которые происходят как с ее друзьями, так и с недругами. Зиндая была буквально создана для этой роли. Ее меланхоличный образ как нельзя кстати подходит этому проекту. И также внимание всех привлек Хантер Шейпер, который исполнил образ транссексуальной девушки. Хотя, как образ, он и в реальной жизни такой. А еще тут просто волшебная картинка, и сериал, можно сказать, задал тренд в молодежной моде. Видели девушек с яркими большими блестками на глазах? Или, быть может, так делаете именно вы? Так вот, именно после эйфории это стало массовым явлением. Ну и саундтрек. Ребята, какой же кайфовый здесь саундтрек. Я иногда под настроение просто включаю его на телефоне, и это чума. Если еще не слушали, обязательно послушайте. Итого мы имеем хороший каст, классную картинку, крутой саундтрек, и все это при довольно неплохом сюжете. И вуаля, мы получаем популярный подростковый сериал. Жаль, правда, что второй сезон надо ждать так долго. Он выйдет только в следующем году. А я уже, честно говоря, соскучился по этой атмосфере. Правда, это немножко грустненький просмотр. Я думаю, по синопсису вы и так все поняли. И знаете, меня немножко расстраивает, что в последнее время вот именно такие грустно-депрессивные истории больше всего откликаются в сердцах зрителей. И давайте договоримся. Вот мы будем смотреть на такие истории, но сами не будем депрессовать. Уговор. Пушка, Пушка, ты не поверишь, он дал согласие. Он дал согласие, мы сможем выпустить его в сентябре. Погоди, погоди, это тот самый из Мэра Грома? Да, да. То есть люди вот хотели, чтобы мы кого-то пригласили из Мэра Грома, и мы просто взяли и пригласили? Да, потому что мы же с подписчиками в каком-то роде семья. А желание семьи всегда нужно исполнять. Чтобы не пропустить выпуск с нашим загадочным гостем, подписывайтесь на наш второй канал с викторинами «Пожарная команда». У нас в гостях уже побывали Юрий Быков, Женя Калинкин, Артем Кадзекраб, Иван Генковский, Андрей Бибурышвили, Ксюша Дукалес, Чак Ревью, Артем Нечаев и многие другие. Помимо викторин, у нас также есть много разных форматов, которые мы подбираем для наших гостей. Хочется уже поскорее добить 100 тысяч подписчиков, и тогда, глядишь, к нам придет кто-то особенный. Выпуски сейчас выходят каждую неделю, и мы хотим, чтобы именно вы насладились тем контентом, который мы так старательно для вас готовим. Подписка на пожарную команду — это как семья. Она либо есть, либо ее нет. Но лучше, чтобы была. Все мы, ну или почти все, так или иначе сталкивались с популярной алкогольной игрой «Я никогда не». Netflix решил взять ее в оборот и снял сериал с таким же названием. Правда, он имеет мало общего с игрой. Дэви недавно потеряла отца, и у нее много проблем с ее матерью после этого. Главная героиня все еще совсем молодая, и каждая серия начинается с того, что она еще не делала в своей жизни. А к концу серии это меняется. Или нет? Короче, не всегда меняется, и не всегда к концу серии. Вот этот сериал позитивный. Правда, даже странно, учитывая вот эту завязку с отцом, но я бы скорее причислил этот проект к комедиям. Так высоко в нашем рейтинге он из-за критиков, и, честно говоря, я не разделяю их в восторге. Проект поднимает много важных подростковых тем, но он прям очень средний. Даже делая скидки на то, что некоторые темы интересны исключительно подросткам, он вряд ли придется по душе даже тем же подросткам. Я бы его охарактеризовал как крепкий середняк, который может вас развлечь, но довольно скоро вы о нем забудете. И это опять Netflix. Вообще не удивляйтесь, сегодня будет реально очень много проектов от Netflix. Они делают самые лучшие сериалы для подростков. И это тот проект, который буквально обвел меня вокруг пальца и вызвал те эмоции, которые я не хотел. Майлз тихий парень, у которого совсем нет приятелей. Однажды он решает кардинально изменить свою жизнь. Уехать от родителей, которые слишком сильно его опекают, в школу пенсионного типа, где он обретает все то, о чем давно мечтал. Друзей, приключения и любовь. Вместе с ребятами Чипом и Такуми, а также девочкой Аляской, они каждый день ввязываются в какие-то безбашенные авантюры. И вот первые четыре серии — это очень живой и позитивный сериал в атмосфере летнего лагеря. Я так и хотел вам передать, у меня тут все записано. Но вторая половина проекта — это полная противоположность слова «позитивный». Сериал становится сначала просто грустным из-за некоторых проблем героев, а потом просто откровенно депрессивным. Притом из-за контраста с первыми сериями, происходящие во второй половине тебя прямо ошарашивает. Я совершил одновременно большую ошибку и самое большое благо для этого проекта — не читал синопсис на различных проектах. И поэтому, ну, много что стало для меня неожиданным. А уж поверьте, в том синопсисе, что можно прочитать, много что заспойлерено. Мне понравились больше всего те серии, которые, на мое удивление, имеют самые низкие пользовательские оценки. Это те самые первые четыре. Мне не хватало действительно простого и позитивного проекта, где я от души посмеюсь и просто порадуюсь за героев. Но проект оказался не так прост, как я думал. Это экранизация книги от автора «Виновата звезда» Джона Грина, и он-то знает, как вызвать эмоции. Я посмотрел этот проект буквально недавно, и все свои эмоции записывал вот в этот блокнотик, и продублировал их в свой телеграм-канал. Так что, если хотите более развернутые рецензии, то переходите туда. Там еще есть всякие бэкстейдж и другие рецензии. Ну, а мы пошли дальше. 11 место, и тут у нас сериал «Н», о котором, кстати, давно просили рассказать. Я, правда, не ценитель жанра, но давайте попробуем. Девочка-сирота «Н» по случайности оказывается в семье старой женщины и ее доброго брата, которые хотели усыновить мальчика, чтобы он помогал мужчине в работе. Но, встретившись с «Н», не смогли отправить обратно эту жизнерадостную и бойкую девочку. Теперь она привносит новые краски в размеренную и тихую жизнь, которой жили брат и сестра. Очень красивый сериал на декорации «Денег не пожалели», и я думаю, все, кто любит атмосферу 19 века, не должны проходить мимо таких проектов. Но еще, мне кажется, то, что зритель выступает в роли вот этих приемных родителей, которые с каждой серии все больше понимают, что «Н» — это именно та девочка, которая, наконец, вернула им тягу к жизни. Кстати, вступительные титры тоже волшебные. Мы обсуждали в наших подборках много разных заставок. Это меня действительно впечатлило. Но у проекта есть и шероховатости. Первый сезон снят по книге «Н» и «Зеленых крыш». А вот дальше пошло уже свободное творчество, и зрительское одобрение проекта упало прямо значительно. Но как минимум первый сезон должен многим понравиться. И мне кажется, это именно тот сериал, который вот вроде про подростков, но чем старше ты, тем как-то, ну, больше он откликается в твоей душе, не знаю. Но вообще это реально удивительный проект для типичных подростковых сериалов. Он совсем не похож на другие. Тут нет пошлости, депрессии и агрессии. Скорее всего, именно этим он так многим и нравится. Другие подростковые сериалы так или иначе похожи друг на друга, а вот этот выделяется. Именно этим он и привлек так много зрителей. Испанские сериалы потихоньку захватывают Netflix и весь мир. Интригующая история про школьников элиты сегодня на 10 месте. Пара подростков из небогатых семей попадают в элитную школу, где все самой собой дети богатых родителей, а у них совсем другой статус и совсем другая жизнь. Новички провоцируют волнение среди других учеников, и происходит много интересного. Если вам нравилась сплетница, то, скорее всего, понравится и этот сериал. Тут тоже много любовных перипетий, сплетен, интриг и все такое. Короче, есть общее. А еще, как мы с вами любим, происходит убийство. И теперь градус сюжета уже накаляется, да? Тут вообще подняли типичный комплекс проблем. Во-первых, само собой, социальное расслоение, также расслоение на группы внутри школы. И, конечно же, вам расскажут, как тяжело быть подростком, ведь подростки — это самые жестокие люди на Земле. И, конечно же, такие проекты вам уже встречались, но тут добавлена щепотка испанского колорита. Вообще, испанские сериалы сейчас на подъеме. Бумажный дом очень быстро захватил внимание зрителей по всему миру, а вдобавок к этому еще и элита завоевала просто бешеную популярность. Испанцам удалось привнести что-то новое в школьную жизнь. Возможно, эмоции, а возможно, новые красивые лица. И вот вы не любите, когда мы навешиваем штампы, но я все-таки скажу, что это скорее сериал для девушек. И парни, 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 вот смотрите, там вообще много полуголых мужиков ходят. И знаете, какой у них там пресс? О-о-о, так что смотрите, своих половинок лучше держать подальше от экранов. Я вас предупредил. Но вообще, концепция, конечно, интересная. И всегда есть какой-то хедлайнер вот на эту школьно-подростковую тематику. И сейчас это явно элита. Опять этот сериал с нецензурным названием врывается в наш список. Девятое место, и тут... Конец... Нехорошего... Ужасного... Отвратительного... Короче, конец с***ого мира тут. В центре сюжета Джеймс, который не очень здоров психически, и подумывает о том, чтобы начать убивать. И Алиса, которая строит из себя помешанную на сексе девушку, а на самом деле просто считает себя лишней в своей семье. Так случилось, что они вместе отправляются в автопутешествие. Любопытный проект, который является очень черной комедией и наполнен жесткими, но очень взрывными шутками, реально. И очень дерзкими диалогами. Если вы хотели посмотреть за сумасшедшими отношениями, то вот он, идеальный проект для этого. Джеймс и Алисы сами по себе совсем не стандартные ребята. А уж вместе они образуют химическую реакцию, которая приводит их в ту точку сюжета, где ну совсем все странно. А потом сериал тебя удивляет, и герои оказываются в еще более абсурдном положении. А чем он меня еще удивил, так это наличием второго сезона. Досмотрев первый, я в целом думал, что больше нечего рассказывать. Но создатели все-таки смогли сделать не самый худший второй сезон. Короче говоря, если вы смотрели проект, то сами понимаете, о чем я. А если нет, то не буду вам спойлерить. Да тем более серии короткие, че там, пустил серию и понял, нравится вам такое или нет. Я думаю, скорее всего понравится. Еще один выделяющийся проект на фоне остальных, это американский вандал. Почему, спросите вы? Да потому что он выполнен в стиле псевдодокументалки. В школе кто-то нарисовал на припаркованных автомобилях баллончиком. Да не або что, а пенисы. Это буквально взбесило администрацию, и они выгнали парня, на которого указывали все улики. Но один из учеников начинает собственное расследование этого дела, и все это записывает на камеру. Несомненно, офис стоит особняком в этом жанре, а это, можно сказать, его подростковая версия. Ведь до того, как люди устраиваются на работу, они ходят в школу. Я капитан очевидностей. Я знаю. Как и со всеми подобными проектами, тут вы либо сходу принимаете ту атмосферу и юмор, которую вам дают, либо решаете, что это для вас too much и дропаете. Я могу понять многих, кто решил подобное не смотреть. Специфическая штука местами, но при этом реально уникальная. И на самом деле, со временем проект становится даже лучше. Вот есть первая серия в каточной, где ты принимаешь условия игры, а потом, ну, ты такой, блин, а реально интересно. Чем это в итоге, вот этот абсурд, во что он вылился-то? Вообще-то довольно странно, серьезным лицом осуждать сериал, где в центре сюжета нарисованы пенисы. Так что я предлагаю нам с вами этого не делать. Стилистика интересная, детективная линия тоже, а все остальное для любителя. А еще тут, кстати, есть второй сезон, который по оценкам не то, что не уступает, а даже превосходит первый. И там действие из одной школы перемещается в другую, а вот парни, которые, ну, ходят с камеры, вот это все расследуют, остались те же. На седьмом месте нормальные люди. Сериал, кстати, не просто нормальный, на мое скромное мнение, а очень крутой. И со временем он становится только лучше для меня. Мэриэн и Коннелл начинают встречаться еще в школе. Правда, скрывают свои отношения? Ведь он самый популярный парень в школе, а она невзрачная, забитая девочка. По прошествии нескольких серий все меняется, когда они поступают в колледж и взрослеют. В основу лег одноименный роман с Али Руни. И, кстати, вот та команда, которая делала нормальных людей, уже снимает новый проект по книге. Первый вот этой, той самой Салли, которая называется «Разговоры с друзьями». Ух, вспомнил, вспомнил. В общем, интересно. У меня девушка читала, говорит, очень прикольно. Так что посмотрим, посмотрим, как оно все будет. Вообще 30 лет человеку, 30. По ее книгам уже два сериала сняли. Самое чувственное произведение про отношения двух людей на протяжении большого прям жуткого времени, что я смотрел. А самое главное, что каждый раз, когда я пересматриваю какие-то куски, он меня все так же глубоко цепляет. Исполнитель роли Конвола, кстати, поехал на имя за эту роль. Ну и очень крутые съемки откровенных сцен. Хороший сюжет — это одно, но вот так снять такие сложные сцены — это совсем другое. Тут команде можно лишь поаплодировать. Я знаю, что многие считают, что хайп вокруг этого проекта преувеличен. И это мне не имеет места быть. Я же признаю, что в сегодняшней подборке это мой любимый проект. Сейчас именно о нем у меня больше всего теплых впечатлений. Хотя, опять-таки, много грусти, депрессии, а хочется чего-то такого позитивного. Но грусть цепляет больше. И вот тонна позитива, которую мы заказывали. На шестом месте находится половое воспитание. И да, я знаю, что у него вот это новое название — сексуальное просвещение. Но я его не признаю, оно мне не нравится. Так что я старовер, будем говорить — половое воспитание. Отис живет вдвоем с мамой, которая профессионально консультирует людей по поводу сексуальных вопросов. Он не пользуется популярностью в школе до поры, пока у него не открывается талант в консультации половых вопросов, как и у его мамы, только среди школьников. Этот талант позволяет ему сдружиться с дерзкой девчонкой Мэйв, о которой раньше он и мечтать не мог. В плане освещения сексуальных тем это очень крутой сериал. Реально, в таком веселом формате вам никто так много не расскажет, и мне кажется, это очень круто. Два очень крепких сезона, каждый из которых поднимает все новые и новые важные темы. Серии про домогательство тут многим, наконец, могут объяснить, почему девушкам приходится не так просто и в общественном транспорте, и просто в повседневной жизни. Самое интересное это то, что вот все эти важные темы, важные вопросы создателям удалось запихнуть в ту форму, на которую реально интересно смотреть. Головое воспитание стало буквально хитом Нетликса, и совсем скоро должен выйти третий сезон. А возможно, когда вы смотрите это видео, он уже вышел. Лично я очень его жду, как и множество фанатов по всему миру. Ну и, конечно, как вы уже поняли, личная рекомендация от меня. Пятое место, и тут сериал невероятный. Знаете, тот случай, когда даже рассказывать о сериале сложно, не то, что его смотреть. Действия развиваются в двух временных промежутках. В 2008-м, когда девушка Мари заявляет об изнасиловании, приехавшие детективы отмечают отсутствие улик, пренебрежительно относятся к жертве и заставляют ее сделать заявление, что она все выдумала. И в 2011-м, когда две женщины-полицейские обнаруживают серийного маньяка, и позже выясняется, что эти дела и дело 2008-го года связаны. Сериал основан на реальных событиях, а статья о невероятной истории изнасилования, которая в 2016-м году впервые привела свет вот на все эти события широкой общественности, получила пулеровскую премию. Наблюдать за таким реально сложно, особенно осознавая, что кто-то это действительно пережил. Такой просмотр по-настоящему дискомфортный, но эмоции оставляют очень сильные. Мне кажется, работа над такими проектами заслуживает уважения. В плане наград, кстати, сериал, на мое удивление, не снискал признания. Не знаю, что притикам понравилось. Возможно, ну, не такой высокий темп, может быть, мало ярких персонажей. Мне кажется, этот проект недооценен в нашей стране. У него преступно мало оценок, и вам стоит исправить эту оплошность, если есть пара свободных вечеров и стальные нервы. Хотя, наверное, я делаю антирекламу тем, что постоянно говорю, что к просмотру нужно подготовиться. Вот он не самый приятный. Давайте просто скажу, что драма до мурашек. О-о-о! Переходим к очень любимому у нас сериалу «Тьма». Супер запутанный и научно-фантастический сериал от немцев сегодня занимает четвертое место. В один день отец главного героя Йонаса совершает самоубийство, что кардинально меняет жизнь мальчика. Но позже происходит еще более странное. После ночной прогулки в лесу Йонас вместе с друзьями теряет Микеля, брата его подруги. И позже оказывается, что эти события на самом деле не случайны. Один из самых запутанных сериалов этого десятилетия. Серьезно. Вообще, чтобы понять, что там происходит, нужно либо открывать уже заготовленные картинки, которые кто-то нарисовал до вас, либо самим их рисовать. Потому что ты идешь на форум и такой «Кто вообще эти люди? Че происхо?» Все дело в том, что проект представляет собой множественные перемещения во времени. И каждая серия является ключом к общему пониманию картины. Сначала вам показывают героя в 2019 году. Потом в 1986 году показывают их родителей. Или на самом деле не родителей. Потом в 1953 показывают дальних родственников. Потом окунают в будущее. Там вообще творится что-то непонятное. А потом оказывается, что есть еще параллельные ветки. И можно переместиться в них. Голова шла кругом. Но сейчас этот проект посмотреть намного проще. Потому что вот три сезона есть. История закончена. Смотришь их залпом. И все понимаешь. А вот тогда три года смотрел. И такой... Между первым и вторым сезоном два года прошло. Два года. Я не помню уже ничего. Кто эти люди? Ооо. К научной точке зрения создатели подошли очень скрупулезно к проекту. Тут вас будут обсыпать терминами. Рассказывать теории. И все они имеют место быть. Но обычному зрителю очень тяжело в них вникнуть. Да, иногда извилины, конечно, перенапрягаются от этого сериала. Поэтому, возможно, ну, нужно брать небольшие перерывы между сериями. На третье место взобрался бунтарский проект Уэйн. Даже не верится, что сериал с такими баллами Ютуб мог прикрыть после первого сезона. И да, это тот сам проект, который выходил на Ютуб премиум. И вы, скорее всего, смотрели его не там. Уэйн — это подросток, характер которого клеймуют как «сложный». У него умирает отец, он остается совсем один и предлагает понравившейся ему девушке Дэл отправиться в путешествие с ним по стране в поисках украденного автомобиля своего отца. Вообще, замут, конечно, интересный. И особенно учитывая тот факт, что этот паренек откусил нос отцу Дэл. Ох, долгая история там, короче. Сериал порой кровавый, но по большей части просто безбашенный. За это зритель его и полюбил. На самом деле, картинка невыдающаяся. Актеры — неизвестные. Сюжет довольно простой. Но стилистика сериала, его атмосфера и легкость заставляют вас включать в следующую серию сразу после окончания предыдущей. Бюджет у сериала небольшой. И вот я опять-таки возмущаюсь тем, что ну как его могли не продлить? Как, как? И знаете, что самое глупое? В конце первого сезона — Вот такенный вот клиффхэнгер! Вот такенный, мать его! Ооо, ну ладно. Исполнительница роли Дэв украдет ваше сердечко во время просмотра. Очень милая девушка. Хотя в этом сериале к ним больше применимы другие аппетиты, вроде забиярки. У фанатов теплится надежда на второй сезон уже на другой стриминговой платформе, но с каждым месяцем надежды все меньше и меньше. В любом случае, нужно признать, что история весьма занимательна, даже с учетом того, что вот в конце вот этот непонятный клиффхэнгер я провел несколько довольно интересных часов за его просмотром. Лишь на втором месте расположились очень странные дела. И знаете что? Мне уже буквально нечего рассказать про этот сериал. Он попадает во все, все наши подборки. Поэтому я не думаю, что вам интересно слушать все то же самое. Давайте я лишь скажу для тех, кто вдруг не смотрел, что проект стоит вашего внимания. И давайте переходить к баллону. Неожиданный поворот, да? Что ж, перед тем, как мы объявим, кто там обошел очень странные дела, что это за чертовский сериал, давайте поговорим еще о проектах, которые тоже довольно популярны, но не попали в нашу пятнашку по тем или иным причинам. Хотя ладно. На самом деле основные причины четыре. Первое. У этого сериала, ну, просто мало баллов. Второе. На метакритике или томатах нет оценки у этого сериала. Ну, такое тоже бывает. Третье. Ну, смотрите. Я не все сериалы мог вспомнить. Скорее всего, что-то забыл. И вот вы мне сейчас скорее об этом пишете. Ну, извините. Ну, еще причина, что вот какой-нибудь там волчок или еще там какие-нибудь другие дневники вампира выходили, ну, начинали выходить еще до 2016 года, и поэтому не попали в нашу подборку. Ну, давайте смотреть. Что там за популярный проект? Не попали-то, да? Субтитры создал DimaTorzok И на первом месте еще одна шокирующая история несправедливости. И тут тоже тема изнасилования. В общем, проект «Когда они нас увидят». В парке находят девушку, избитую до полусмерти и изнасилованную, которая толком ничего не помнит. Полиция серьезно намерена не оставить это дело висяком и идет на крайние меры. Арестовывает пятерых чернокожих подростков и путем манипуляций, пыток голодом и отсутствием воды, угрозами добивается их заключения в тюрьму на сроки от 6 до 13 лет. Никто, кроме самих мальчиков и их семей, не верит, что они невиновны. И как это уже было с невероятным, тут тоже все упирается в то, что подросткам не верят. В данном случае, потому что они из неблагополучного района и с вызывающим сомнения цветом кожи. Короткая по сериальным меркам история действительно поражает. И опять-таки, все это основано на реальных событиях. Оттого эффект еще сильнее. Много полицейского беспредела происходит в различных проектах. И в последнее время все больше именно таких историй становятся победителями наших списков. Вспомнить даже недавний суд на Чикагской семерке. Кстати, «Когда они нас увидят» вышел в 2019 году в один год с невероятным. И также с Чернобылем, который просто всех переехал вот в этой номинации лучший мини-сериал. И там вот все остальное связано с мини-сериалом. И поэтому «Когда они нас увидят» взяли всего лишь одну Эмми. Само собой, этот сюжет очень плотно связан с темой расизма. И я знаю, что не всем комфортно такое смотреть. Но на мой взгляд, именно такие истории и заставляют задуматься, что все-таки некоторые классы общества ущемлены в некоторых своих правах. И не стоит всегда с агрессией воспринимать их борьбу за эти самые права. И опять-таки сегодня у нас побеждает грустная, смуртная, драматическая история. Судя по всему, именно такие больше всего нравятся и критикам, и зрителям. Ну, по крайней мере, судя по оценкам. Ну все, кажется, про все лучшие подростковые сериалы рассказали. Если вдруг что-то забыли, пишите в комментариях, почитаем. Подводя итоги, отмечу тот факт, что 11, 11 из 15 сериалов от Netflix. То есть, ну, они явные фавориты за сердца подростков. Ну и я это видео публикую из отпуска. Так что вот тут всплыли наши с Петром соцсети. Подпишитесь, чтобы посмотреть, как мы там лежим на солнышке. Плавая, может быть. Ну и вообще, пахните лайк. Мы оторвались от своих коктейлей, чтобы выложить это видео. Ну а у меня на этом все. Огнай пока. Пока.